Приветствую вас, Сергей. Прочитал ваш вопрос и прочитал ответы. Наверное, в каких-то местах будут пересечения. Вот, вы, пожалуйста, ну, относитесь к этому немножечко с пониманием. Потому что, ну, я видел ответы, так чуть-чуть посмотрел, но это ничто. Смотрите, существенно очевидно, что ваша жена, она, как бы, оказалась во власти двух факторов. Первый фактор в том, что вы поженились из ребенка, а не потому что она, условно говоря, вас смогла простить. Вот, если бы она вас и простила, или не простила, то вполне возможно, что отношения сложились бы иначе. То есть, это не было выбора ее и вашим на 100% быть вместе. После того, что произошло. После того, что случилось. Это влияет. То есть, элемент принуждения. Это первое. Второе. Недосказанность. Одно из свойств травмы психологической, это недосказанность и неполнота представлений. Условно говоря, есть измена с вашей стороны. И, условно говоря, вы просите за это прощения. Что, конечно же, нормально. Но, иногда, не прощения важнее просить, а важнее донести до человека. Почему так произошло? Почему так случилось? Какая штука. А вы этого, скорее всего, до своей жены до нигде не смогли. Потому что вы сами воспринимаете это как ошибку. Это не ошибка. Это, скорее, ваша неудовлетворенность. И важно понять ее причины. В первую очередь, вам. Во вторую очередь, донести до вашей жены. Понимаете, да? Были основания у вас, по которым вы изменили. И я уверен, что вы стыдитесь этого. А раз есть стыд, есть и вина. Но истыд и вина имеют одну и ту же природу. Злость. Подавленную по отношению к внешней истории, к внешнему миру. И обращенную на внутреннюю. То есть, на себя самого. И до тех пор, пока вы будете обрицать ту часть себя, которая совершила измену. К этому можно по-разному относиться. Да? С моральной точки зрения это может быть разночтение здесь. Но, с точки зрения человека и с точки зрения психики, вы это сделали, потому что вам чего-то хотелось. Вы это сделали в результате неких импульсов своих. Но вы отрицаете эти импульсы. И поэтому выбора у вас, кроме как вот посыпить, так как вы посыпили. Выбора у вас нет, фактически. Может быть, если бы вы приняли в себе эту часть, вполне возможно, что вы бы смогли сделать как-то по-другому. Вполне возможно, вы смогли бы поступить иначе. Но пока вы отрицаете, пока вы боретесь с собой, я боюсь, что ситуация не изменится. У нее нет просто ресурсов. Ну, нет ресурсов для изменений. Для того, чтобы, ну, что-то поменялось. Следующий момент. Момент. Это момент такой, что, да, ваша жена, она, ну, переживает болезненность. Вот. Ей, безусловно, безусловно, это все. Но что переживаете вы? Вот. То есть, почему вы считаете, что должны изменять себе и делать что-то, что вам не хочется и так далее? Вот. То есть, почему это возможно для вас? Я думаю, что ответ вам вполне известен. Вина. Ключевая безусловина, что-то вина. Вы чувствуете себя виноватым. Вот. Знаете? И чувствуете, что должны своей жене. То есть, вы вне принятия какой-то части себя, и, соответственно, выражение, это часть себя в миру, другим людям, компенсируете попыткой загладить вину. Ну, в итоге, получается то, что получается. Чем больше вы себя чувствуете виноватым, простите, тем больше себя чувствует правой ваша жена, тем больше она укрепляется в том, что ее позиция верна, и тем более ей становится. Вот. Потому что она принимает ваше видение этой ситуации. Вот. Понятно, что хвалиться тут нечем, безусловно. Это не то, чем, наверное, можно хвалиться, по крайней мере, жене. Но, как бы, вести себя так, как будто это не часть вас, ну, мне кажется, значит обманывать себя и жену. Жена чувствует, что вы нечестны с собой, с ней, и поэтому ее тревога растет. И недосказанность она пытается компенсировать контролем. Нигде и никогда не компенсировался элемент недосказанности контролем. Нигде и никогда это так не работало. И я, честно говоря, не думаю, что будет работать так. Поэтому я рекомендую вам обратить свое внимание на ту часть себя, которая, вероятно, связана с коммуникабельностью, вашей вероятно. И донесите до жены твердо, искренне, какой вы и что вы. Чтобы она увидела. Это придется делать не один раз. Но если вы будете твердо, если вы будете уверенными в себя, уверенным в себя, то рано или поздно надо успаковаться. Вина не успокаивает. Вина не успокаивает. Раскаяние. А просьбы о прощении не успокаивают. Никогда. Ну и наконец последнее. Вы говорите, что у вашей жены есть психологическая травма. Как вы это поняли? Ну то есть, это же, если я правильно понял, это ее травма. Как бы не ваша. А как вы поняли, что у нее есть травма. И хорошо, если это травма, что она с ней делает? И делает ли она что-то с ней? По своей травме. Вот. Психологической. Потому что, как-то вот мне кажется, что не так-то уж она и старается что-то с этим делать. Ибо начало вашего брака, это позволяет ей вас контролировать. Но она обращалась к психологу, если у нее это травма остается. Работала ли она с проблемой с этой? Делала ли она что-то? Или нет? Понимаете? Мне кажется, что вот вы говорите, что человек вы такой отзывчивый, всем поможете. Все для всех сделаете. Вот. Это здорово, конечно. Безусловно. Но как бы вы не имели обратную сторону этого момента. Обратная сторона этого момента заключается в том, что у вас слабо развиты личные границы. Вот. Понимаете? Какая штука. Поэтому имейте пожалуйста это в виду, что если у вас имеют место быть вот такие трудности, то лучше вам с этим поработать. Как поработать с тем, как лично вы воспринимаете факт своей измены. Может быть глубине души вы измены это не считаете. Вот. А может быть считаете, да, то только, не знаю, совсем не так, как ваша жена. Вот. Тоже кстати вполне нормальное явление. Вот. Поэтому здесь все не так, мне кажется, однозначно и так все просто. Ваша жена, она вполне может пользоваться тем, что такая ситуация произошла. При этом не надо думать, что она какая-то такая манипулятор, что очень большая и так далее. Вполне вероятно, что человек даже не догадывается, что так поступает. Вот. Вполне вероятно, что она даже не отдаёт себе отчёт в том, что, ну, что действует так. Поэтому не спешите спускать на неё собак. Но злость свою, если вы её чувствуете, а я уверен, что вы иногда её чувствуете, будет нужно всё-таки выражать. Полезно, знаете ли, для здоровья. Вот. И чувствуете, мучить вас тогда не будет. Вот. Ну что ж, давайте на этом закончим. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вам это было интересно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Я надеюсь, что ваши проблемы будут разрешены. Вот. Причём, может быть, не так, как вы хотите. Потому что, ну, как бы, вполне вероятно, что вы вместо только за ребёнка. Вот. И за обиду. Вот. Но тут нужно смотреть. Всего доброго. Поехали. 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 Продолжение следует...